Она толстая. Для того, чтобы ее читать, надо представлять себе о том, что в мире человечество состоит не из одного только русского народа и злобных и враждебных ему евреев, как очень часто рассказывают мне комментаторы всего, что мы обсуждаем на радио или на телевидении, а из нескольких тысяч других народов. Говорят народы на разных языках. Более того, языки эти переходят весьма сложно и прихотливо с одного этапа развития на другой. И, строго говоря, она есть плод нашего коллективного усилия вот в таком любопытном тандеме. Значит, отдельно взятый инициатор всего этого безобразия, ваш похорный слуга, который много лет просил ученых или журналистов, дружащих с учеными, чего-нибудь написать, дико от этого устал и понял, что единственная возможность это взять друзей ученых за горло, посадить рядом с собой с магнитофоном, потом расшифровать текст, и затем из этого получится книга. И вот много лет спустя, мы действительно много лет сидели и работали с Старостиной, с Анной Дебо, с Александром Милитаревым, с Ильей Пересом. После того, как Гоша поработал над ней и дописал, и переписал, и 200 раз переписал, сказал бы я так, а заодно дописал массу умных вопросов, которых я по тупости своей не задавал, но их надо было задать, вот получилось это. После чего реальному автору, который вот все это сделал, я и передаю слово. Спасибо. Ну, во-первых, меня просили громко сказать, что книжку можно купить, естественно, здесь, прямо вот за вами, а также на стенде К-16, если я не ошибаюсь. Вот. Так что, после презентации можно, собственно, совсем ознакомиться. Уже у нас вышел второй тираж, и как я уже успел только что посмотреть с исправленными опечатками, что немаловажно. Что хотелось бы, вот два момента сразу отметить. Во-первых, ужасно порадовало то, какой большой спрос оказался на книгу, потому что, ну, казалось бы, мы живем в такое сугубо прагматическое время, да, а тематика, которая затрагивается в книге о происхождении языков мира, попытка объяснения, откуда берется все это разнообразие, и как можно, глядя на него, что-то восстановить о лингвистической истории человечества. Казалось бы, что это, ну, настолько никому не нужно, да, в практическом смысле, что, в общем, мы совершенно не ожидали, что первый тираж разойдется прямо вот в секунду, насколько я понимаю, второй тираж уже тоже заканчивается, и скоро будет третий тираж, да. Вот. Что очень радует, потому что оказывается, что спрос на это знание, сугубо фундаментальное, неприкладное, объяснительное, он на самом деле очень высокий. Вот. Ну, это, во-первых, очень полезная информация, чтобы с ней ходить дальше к разным чиновникам в Министерстве образования и прочих заведениях. Вот. Ну, а во-вторых, просто чисто по жизни получается, что спрос на это есть, люди хотят знать, почему, люди хотят знать, откуда, и, может быть, даже инстинктивно как-то понимают, что, ну, в общем, не зная, как следует нашего прошлого, мы не можем толком прогнозировать наше будущее, да. Если уж есть какой-то практический, прагматический аспект в всей этой деятельности, то именно такой. И второй момент, ну, вот, может быть, это будет заносчиво звучать, но мне кажется, что книжка у нас после долгих-долгих, мучительных лет работы над ней получилась такая, что чтение ее очень полезно для психического здоровья человека. Вот. А в каком смысле? Значит, по... ну, бедная наука языкознания, она очень сильно страдает от того, что, почему-то очень многие люди считают, что они могут заниматься языками в самом разном аспекте, вообще ничего не зная про теорию языкознания, про тот колоссальный опыт, который был накоплен лингвистами за последние несколько сотен лет. Вы на полках книжных магазинов, даже вполне приличных, можете обнаружить огромное количество книжек, типа, там, типа, там, санскрит про язык человечества, или, там, почему все языки выходят из египетского, или из шумерского, или из русского, или из армянского, но серьезной и при этом доступной, доступно написанной литературы по этим вопросам, существует очень мало. Почти нет. Фактически, уж на русском языке, просто буквально раз-два я обчелся, и то все эти книжки были написаны еще в советское время. Вот. Поэтому это, так сказать, некоторый получился уникальный продукт. Уж не буду говорить, насколько он действительно хорошо написан, насколько он доступно написан, об этом судить читателю, а не мне. Но, по крайней мере, задумывался он именно как продукт, где можно было бы доступно на пальцах максимально объяснить читателю наши методы, да, методы работы компартириста, методы работы историка и языка, объяснить результаты, объяснить основные достижения и перспективы, вот, и при этом не удариться в какую-то фантастику, фантазию, мифологию, то есть соблюсти некоторый определенный баланс. Мне кажется, что, судя по, во всяком случае, откликам читателей, мы с этой целью в этой книжке справились. Вы там не увидите ничего фантастического про любой результат ученых, который там так или иначе описан, вы увидите его, скажем, вероятностную оценку, да, там написано, какие проязыковые состояния мы реконструируем с какой степенью точности, да, в чем мы уверены, в чем мы не уверены, где методы нужно отделывать, доделывать, где все уже разработано достаточно прилично. То есть это такой хороший, получается, справочник обзорный, да, по разному роду гипотезам о проязыках на вот состояние текущее. Говоря попросту, здесь нет рассказов о Лемурии, о том, что русский язык, первые письменные памятники, это 300 тысяч лет назад, я получаю такие периодические звонки в виде петроглифов. Удивительная вещь, тогда вообще еще последние пяти кантропы жили, человек современного не было, но люди искренне уверены, что это так. Здесь нет подробного разбора лингвистических теорий, излагаемых юмористом Задорновым. Они не самые идиотские на самом деле, есть и куда более смешные и глупые вещи, но и юморист он тоже хороший, однако это совсем не оттуда. Вы же не даете юмористу, например, проводить вам операцию аппендицита на том основании, что он может описать это смешно. С чего бы ради тогда давать человеку, у которого другая профессия, возможность проводить лингвистические изыскания. Примерно такие же, как математические, физические и прочее. И в этом плане книга действительно написана легко по одной простой причине. Написана она не для гонорара. Я вам точно могу сказать, что когда вы сидите над книгой год, вы получаете в качестве денег сумму, которая позволяет вам пару раз посидеть в приличной компании с друзьями, выпить и закусить. Больше ни на что это точно не годится. А в данном случае я даже и не знаю, потому что... Но я хотя бы книжки в популярном издательстве «Эксмо», вот такие бешеные деньги получаю и смеюсь от этого долга. А здесь уж совсем деловое издательство. Второе. Она точно не написана для того, чтобы развлекать почтеннейшую публику. Опять же. Написана она, строй говоря, в некоторой надежде на то, что она попадется кому-нибудь из вьюношей или дев прекрасных, возраста достаточного, чтобы заняться этой наукой, им станет интересно, и они не исключено ей займутся всерьез. Как в свое время была написана замечательная книжка Керама «Боги и гробницы ученые», и огромную толпу она привела в археологию и много чего другого. Мы просто всерьез, поскольку, ну вот, род старостиных, поскольку мы начинали эту идею еще обсуждать с Сергеем Анатольевичем старостным, батюшкой, к сожалению, покойным, Георгий Сергеевич. Много десятилетий уж по отряду, уже, наверное, почти два с половиной десятилетия я занимаюсь какими-то вещами, связанными с поддержкой науки, в том числе компаративистике. А вот он занимается как раз наукой, которая позволяет себе стоять рядом. И мы поняли, что народ туда просто не идет, в том числе потому, что он про это ничего не знает. Значит, идея о том, что хотя бы один урок там на русском языке и литературе бы посвятить за те годы обучения, которые есть, вот чему-нибудь про это, это бесполезно, потому что, когда у вас даже и сочинения не надо писать, то уж чего. Ну, распад империи имеет свои законы, и в конце концов, если Министерство образования и Федеральное агентство по науке и образованию, каковы вдвоем являются главной причиной упадка российской и системы образования, и системы науки. Худших врагов, по мне, так у нее просто нет. Понятно, что не уговоришь, приходится браться за это самим, не то, что называется сама-сама. Вот всего сколько мы, семь лет над ней работали? Почти десять. Почти десять. Замечательно. Десять лет спустя у вас, как минимум, выйдет книжка. Таким образом, если завтра я помру от натуги, а старость-младший перейдет, я не знаю, там, копать картофель на подсопном участке, чтобы прокормиться, если перестанут ученым платить вообще и не за чем будет, то хотя бы книга останется, и, может быть, кто-нибудь сможет начать сначала. Цель были, на самом деле, ровно эти. И она, в общем, получилась интересной. Мне точно было интересно ее читать, как вам тут, я не знаю. Ну вот сейчас была идея вопрос-ответ, да, потом какой-то автограф-сессии. Соответственно, если есть вопросы, на которые нам имеет смысл отвечать, вот не в стиле Остапа Бендера, где купить иголки для примуса и куда все катится, а что-нибудь все-таки близкое к теме, которую мы обсуждаем, то с огромным удовольствием. Да, может быть, действительно, нам в дальнейшую сессию имеет смысл устроить в жанре вопросы и ответы. Если кого-то интересуют какие-то кусочки содержания книги, собственно, научная тематика, то с большим удовольствием мы дадим всем необходимое пояснение. Будут ли вопросы? Да, пожалуйста. Только, наверное, поскольку у нас всего два микрофона, то попрошаюсь дойти и задать вопрос в микрофон. Я извиняюсь, я только пролистал книжку пока. Какие отношения к партилистике с администрацией лимбистикой? Вот то, что я увидел там, что отличный первый язык был такой же, как и наш язык, перспиально. А на становление мы не отвечаем. Или все-таки лаков, там все-таки язык как-то изменяется вместе с человеком? Да, понятно. Спасибо. Эта книжка, конечно, она специально, в общем-то, так и называется, «К истокам языкового разнообразия». Сейчас я, кстати, проверю на всякий случай. Она называется «К истокам языкового разнообразия», а не «К истокам языка как такового». Это очень важно. И, скажем, наш международный проект, про который немножко говорится в книжке, о которой мы ведем вместе с Институтом Санта-Фе в Нью-Мексико, он называется «Evolution of Human Languages», а не «Evolution of Human Language» во множественном числе. «Эволюция языков, а не языка». Потому что мы тем самым подчеркиваем, мы действительно не занимаемся, собственно, идеей происхождения языка как такового. Мы скорее поставляем для этой чрезвычайно увлекательной области науки так и «Сырой материал». Потому что эта книжка про то, как многие-многие языки и языковые семьи, которые мы сегодня видим на планете, как они возникают из гораздо меньшего числа языков, может быть, даже одного единого пра-языка. Но подчеркивается при этом, что мы, сравнивая эти современные языки, современное языковое разнообразие, выводя какие-то принципы, законы звукового и прочих изменений, мы не получаем чего-то принципиально отличного, вот совсем принципиально отличного, от того, что существует сегодня. То есть те про языки, допустим, 10-20 тысячелетней давности, про которые хоть что-то можно сказать, это попытка восстановления каких-то слов, корней языковых, которые принципиально по своему звучанию, по тому, как они функционировали в языке, не сильно отличаются от того, что сегодня. То есть мы, как этот первый про язык или эти первые про языки произошли из какой-то доязыковой системы коммуникации, которая была чем-то средним между животной системой и типичными человеческими системами коммуникации, этот вопрос в книжке специально не затрагивается. Он как бы является, в принципе, частью другой уже дисциплины о языке, хотя они и смежные. Мы можем давать только некоторые подсказки, например, рассказывая о том, как эволюционируют грамматические системы в языках, откуда берется сложная морфология в языке, откуда берутся суффиксы, префиксы, окончания, как они развиваются из отдельных слов, и потом из нескольких простых слов вместе при стяжении и получается одно сложное слово. Мы можем что-то сказать о звукосимволизме, о том, почему такие-то и такие-то значения передаются такими-то и такими-то звуками. Там в книжке есть про это немножко. Из области, скажем, такой, как фоносимволизм и то, что в слове нос во многих языках мира представлен звук н, условно говоря, поскольку он носовой, и, соответственно, это является некоторым естественным обозначением для слова нос. Наверное, такое наблюдение имеет, безусловно, отношение к теории происхождения языка как таковой. Но напрямую, напрямую, да, мы этим не занимаемся, потому что это совсем другая область, не менее важная, но лишь косвенно связанная. Будут ли еще вопросы? Не будет вопросов совсем. Задавать вопросы сложно. Хорошо? А, хорошо. Значит, тогда давайте я... Может быть, возникнут некоторые вопросы по ходу детства. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Ура. Рука. Есть. Подойдите к вопросу. Скажите, а в книге есть какие-то разрешения по поводу простоты и сложности разных языков? Много? Угу. Пойдем. Да, там есть немножко про это. Покажите вопрос. Вопрос заключался, есть ли в книге что-то про простоту и сложность языков, да, про то, значит, там, например, как я понимаю вопрос, почему одни языки выглядят проще, другие языки выглядят сложнее. Я сейчас не вспомню, я боюсь, что эта информация раскидана там по нескольким главам. Дело в том, что, значит, сама книга устроена так, что там сначала идет общая некоторая часть, такая методологическая, да, какие общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда мы изучаем языковое разнообразие, как мы с ними боремся, какова история, собственно, нашей науки. Вот. Затем дальше там идут уже конкретные обзоры по разным регионам мира и разным макросемьям, представленным в разных уголках. Вот. И этот вопрос про простоту и сложность, он там, безусловно, возникает в разные моменты. Но если обобщить эту информацию, то общий смысл такой. Не бывает просто простых или просто сложных языков. Язык — это многослойная, многоуровневая система. В языке есть звуки, в языке есть морфемы, слова, которые состоят из звуков, в языке есть правила грамматики, правила синтексиса, в языке есть семантика, смысл, в языке есть еще более высокие надстройки типа письменности. И каждый из этих уровней и каждый из этих надстроек может быть по-разному простая и сложная. И чаще всего мы наблюдаем то, что сложность в одной части языка компенсируется относительной простотой в другой части языка, да. Скажем, бывают языки с очень сложной грамматикой, какой-нибудь древнеиндийский язык, у которого грамматическая система устроена так, что ее нужно долго-долго, тщательно, кропотливо изучать. С другой стороны, есть китайский язык, например, у которого никакой сложной грамматики нет. Всю грамматику китайского можно выучить за полчаса, в принципе, при желании. Но китайский компенсирует за это, во-первых, чрезвычайно сложной системой письма, во-вторых, чрезвычайно сложными правилами сочетания слов в составе предложения. Там очень хитро и неудобно для, скажем, русскоязычного человека устроен синтаксис. Поэтому в одном месте убыло, в другом месте прибыло. Так вот язык и устроен. И в итоге получается, что нельзя сказать, что все языки одинаково сложны или одинаково просты. Тем более, что никакой формальной меры единой по всем языкам здесь нет. Но общая эволюция устроена именно так. В одном месте что-то упрощается, в другом месте что-то усложняется. Бывают довольно хитрые моменты. Например, известно, что сложность языка зависит часто от количества людей, которые на этом языке разговаривают. То есть, скажем, языки с многомиллионными ордами носителей во многих аспектах могут быть проще, чем малые языки, что исторически легко объяснимо, потому что многомиллионность носителей вызвана тем, что на этот язык со временем переходит большое количество людей, для которых этот язык когда-то был неродным. Когда они его выучивают, они его подсознательно упрощают. И действительно, мы видим, что, скажем, со многими литературными языками мира, мы видим, что их литературные диалекты проще устроены, чем редкие архаичные диалекты, которые где-то в уголках на периферии находятся и на которых говорит мало людей. В них больше сохранится архаичных сложных черт. Это не универсальный закон, конечно, но это тенденция, которая вполне хорошо видна. Да, пожалуйста, только подходите к микрофону. Я вот не читал еще книгу, я хотел спросить, насколько выделяется какое-то место параллелем с другими науками. Известно, что лингвистика в некоторый момент своей истории много заимствовала, то есть биологией, то есть математики, и есть ли, может быть, какие-то экскурсы в другие науки или что-нибудь? Есть, конечно, да. Ну, во-первых, значит, одна из глав специально посвящена такой достаточно противоречивой области, как лексика, статистика и углотно-хронология. Там даже есть некоторые достаточно простые математические формулы в книжке, но, конечно, они для общего удобства читателя сведены к абсолютному минимуму. Это одна из немногих, один из немногих формально-математических методов, которые используются в сравнительно историческом языкознании, когда мы пытаемся, анализируя количество схождений в словарном составе между родственными языками, определить степень их близости друг к другу, и даже не только степень относительной близости друг к другу, но и степень их абсолютного родства. То есть вот это вот количество измерения может показать нам примерно, когда существовал, в какое время существовал общий предок этих языков. Скажем, глотно-хронологическими методами можно высчитать, что проиндоевропейский язык, которому восходит подавляющее большинство языков Европы сегодня, существовал примерно 6 тысяч лет тому назад. И начал распадаться примерно тогда. То есть ближайший общий предок, который объединяет нас, скажем, с носителями современных английского, немецкого, испанского, итальянского или индийских языков, существовал примерно 6 тысяч лет тому назад, это вычисляется чисто математическими методами, применяемыми к лингвистическому материалу. Хотя, конечно, это также и сопоставляется с теми данными, которые нам дают смежные науки, генетика, археология, история, там, где есть исторические источники и так далее. Также в книжке есть немножко про то, как, собственно говоря, данные, которые мы получаем, соотносятся с теми данными, которые сегодня получают археологи, генетики, этнографы и представители других наук. Мы все, в общем-то, объединены некоторой единой целью, узнать нашу историю, понять максимально надежно, настолько, насколько это вообще возможно, осознавая при этом ограниченность безусловно наших познаний, понять, узнать, собственно, откуда мы все есть и пошли. И говорится, что очень хорошо, когда данные сравнительно исторического языка знания согласуются с данными генетики и прочих наук, но также подчеркивается очень важный момент, который, кстати говоря, многими не осознается, что историческая линия языковая — это не совсем то же самое, что, скажем, историческая линия антропологическая или генетическая, потому что бывают очень близкие народы по своей антропологии и генетике, которые говорят на совершенно разных языках, и наоборот, бывают представители совершенно разных народов, которые при этом говорят на очень близких языках, потому что это линии смежные, соприкасающиеся, но различные. В центре Европы у нас сегодня живут венгры, которые по своей генетике мало чем отличаются от прочих восточных европейцев, при этом говорят на языке, совершенно не близком к индоевропейцам, на языке венгерском, который относится к уральской семье, просто потому, что те венгры, которые со своим венгерским языком оказались чуть больше тысячи лет тому назад в центре Европы, смешались там с местным населением, фактически растворились в местном генетическом пуле, но язык их остался при этом. Вот это как раз хороший пример на две очень разные линии развития. Бывают и обратные примеры. Поэтому очень-очень сложная линия соприкосновения языковое развитие, культурное развитие, генетическое развитие, они далеко не всегда параллельны друг к другу. Получается очень разноцветная такая мозаика. И мы, по мере скромных сил и возможностей, стараемся наш кусочек лингвистический в ней максимально прояснить настолько, насколько возможно. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, даже личный вопрос. Это как бы теория, которую вы развиваете, или это как бы результат, ну, вообще принятой зрелики? Потому что сейчас, на самом деле, существует на склонах очень много таких теорий. И каждый раз, когда ты думаешь, что ты читаешь, понимаешь, что человек сам там к этому пришел. И он на основе, значит, особенно на общий период. Я повторю вопрос тогда, потому что вы, наверное, не слышали. Значит, вопрос, грубо говоря, сами ли мы все придумали в этой книге, да? Или мы там опираемся на какие-то общепринятые научные парадигмы? И есть ли там вообще четкое раскраничение того, что мы делаем от того, что делают остальные? Значит, мне кажется, что мы постарались там максимально расчертить все границы. Потому что действительно, значит, ну, вот я лично, да, я принадлежу к тому, что называется Московская школа компартивистики. Московская школа сравнительно исторического языка знания. И по мере сил, значит, стараюсь продолжать то дело, да, которое долгое время развивал и поддерживал в рамках этой школы мой отец Сергей Анатольевич Старостин, которому, собственно, эта книжка посвящена. Вот, и с дружбы которого с Евгением Янычем, кстати, весь этот проект, собственно говоря, и, в общем-то, и зародился. Значит, ну, конечно, не мы придумали эту науку, да? Сравнительно историческое языкознание в его, собственно, научном виде, оно восходит примерно к концу 18-го, началу 19-го века, оно появилось в западных университетах, и как наука она уформилась тогда, когда людям стало ясно, что законы, что развитие языков подчиняется определенным законам, что оно не чисто произвольно. Вот с того момента, когда стало ясно, что эти законы существуют, что их можно выявлять на материале языковом, что их можно описывать, и что, выявляя их, можно понимать, как выглядели более ранние языковые состояния, вот с этого начинается сравнительно историческое языкознание, и оно в этом виде успешно существует уже, например, более 200 лет. И фундамент, база того, что мы делаем, естественно, это все классическое сравнительно историческое языкознание, описанию этих основ, этого фундамента, в книжке специально посвящено две главы. Какова наша, собственно, заслуга, вот, Московской школы компротивистики и тех представителей ее, которые, например, непосредственно задействованы в этой книжке, а, наверное, надо было упомянуть еще раз с самого начала, да, что я там выступаю не как единственный автор, там есть еще три главы, в которых принимают участие, как собеседники наши соавторы Александр Георгиевич Плетарев по афразийским языкам, Анна Владимировна Депо, по алтайским и афностратическим языкам, и Илья Иосифович Пейрос по языкам Америки и Индотихоокеанского региона. Но мы все, хотя какие-то отдельные разноклассия между ними, разумеется, как между нами, как между любыми учеными, существуют, но мы все, тем не менее, объединены вот этой принадлежностью к московской школе сравнительно исторического языкознания. Ее основным ноу-хау является возможность применения сравнительно исторического метода к языковым семьям глубокого уровня. В мировой компартивистике довольно глубоко укореняется представление о том, что мы языковым родством можем заниматься только до определенного временного предела. Ну, скажем, те же самые 6 тысяч лет примерно на глубине которых восстанавливается крайне европейский язык, что за пределами этих 6 тысяч лет область точного научного знания заканчивается, и дальше начинается что-то типа гадания на кофейной гуще. Значит, вот наша научная парадигма, она сводится к тому, что это не совсем так, что, безусловно, заниматься глубоким языковым родством гораздо труднее, и не в последнюю очередь потому, что это предполагает, во-первых, много знаний, во-вторых, довольно большую смелость научную. Вот. Но, тем не менее, это возможно делать до каких-то определенных пределов, потому что не то чтобы вот 6 тысяч лет — это такая волшебная, волшебный предел, волшебная грань, за которой двери захлопываются, и дальше мы ничего сказать не можем. Дальше начинается действительно область, где труднее, потому что вымывается большая часть языкового наследия, потому что труднее становится находить общие корни, труднее гораздо становится находить общие законы, гораздо меньше информации можно восстановить на этих пределах, но меньше не значит нуль. И, собственно, большая часть, почти вся вторая половина книги, она как раз и посвящена тому, какие типы информации, какие области, например, самые какие-то ядерные области языка, типа базовые лексики или фундаментальных грамматических параметров, как их можно установить, как можно отличить случайное сходство от неслучайного, потому что, ну, это, собственно, важный момент, с которого начинается вся книжка, что между любыми языками можно установить случайное сходство, и человек, который это не очень хорошо воспринимает, может убедить себя в том, что он открыл какое-то новое родство между любыми двумя языками, любыми двумя языковыми семьями. Очень важно иметь четкие формальные критерии, чтобы отличить случайность от неслучайности. Вот. Но, значит, в нёме мы настаиваем на том, что некоторое неслучайное сходство между, скажем, такими языковыми семьями, как индоевропейская, уральская, алтайская, которые представлены на территории Евразии, всё-таки находятся, и это позволяет нам что-то сказать об их гораздо более глубокой языковой предыстории. И в конце книжки приводится такая маленькая схемка приложения с перечнем основных смелых гипотез, которые выдвигались макрокомпротивистами, занимающимися глубоким родством языков. И там перечислено, какие из этих гипотез можно считать общепринятыми, какие скорее приняты на уровне только Московской школы компротивистики, какие основные типы данных, заставляющие поддерживать эти гипотезы, ну и какая-то ещё дополнительная информация. То есть по книжке, в принципе, можно, на мой взгляд, составить себе чёткое представление, где, скажем, все лингвисты едины более или менее в тех или иных выводах, гипотезах, насколько всё доказательно, где, собственно, мы излагаем только то, то, чем занимаемся мы и никто другой. Но, естественно, у нас большие планы на будущее, и в том числе и планы по превращению нашей научной парадигмы в доминирующую. То есть мы, конечно, стремимся к мировому господству с той наукой, которую мы предлагаем. Но работы, конечно, предстоит ещё очень и очень много. И никакой претензии на то, что мы являемся, наша школа является носителем абсолютной научной истины во всех делах, которые там описываются, у нас нет. Это, я надеюсь, тоже очень чётко сквозит в книжке. И, пожалуйста, не верьте никакой другой книжке, которая претендует на знание абсолютной истины, потому что это, как правило, очень чёткий показатель ненаучности. Пожалуйста. Вот вы говорили о семье индоевропейских, или раньше говорили индо-германских народов, расселившихся в Евразии. А вот вопрос в результате вашего исследования. Вы можете сказать, почему англо-германские языки стали аналитическими... Вы слушайте. Почему англо-германские языки стали аналитическими, а славянские языки стали синтетическими? Хорошо, но я думаю, что нужно тут пояснить, во-первых, что такое аналитические и что такие синтетические языки для, по крайней мере, части собравшихся. Грубо говоря, синтетические языки — это те, у которых грамматика, основные грамматические средства — это приставки и суффиксы, а аналитические — это те, у которых основные служебные средства — это служебные слова. Ну вот, и в этом смысле русский язык скорее синтетический, а английский скорее аналитический. А почему некоторые языки дрейфуют к одним типам, а другие — к другим в ходе своего развития? Вопрос, конечно, сложный и полностью однозначного ответа на него нет, да? Но вкратце скажу, что очень большую роль здесь играет фактор столкновения одних языков с другими и накладывания одних языков на те, которые были раньше распространены на той же территории. Значит, в частности, скажем, типология славянских и типология германских языков очень зависит от типологии тех языков, которые были распространены в соответствующих частях Европы до того, как туда пришли германцы и славяне. Славянские языки наложились поверх уральских языков, которые были синтетическими, а вот поверх чего накладывались германские языки вообще сказать трудно, потому что четкой информации про то, на каких языках говорили народы западной Европы до прихода туда германцев, у нас нет, мы об этом можем только косвенно догадываться. Но вполне вероятно, что они как раз, например, имели склонность к аналитизму, и эта склонность заразила пришедшие туда германские языки. Это очень типичная вещь. Да, языки вытесняют другие, одни языки убивают другие, так сказать, но, тем не менее, след от них, субстрат от них остается в этих языках. И так, собственно говоря, это один из основных механизмов возникновения того самого языкового разнообразия. Молодец. Маленький ремарк, и перейдем, кстати, как коллеги расскажут, чего делать дальше, потому что автограф-сессия будет же не здесь, а на стенде. Я первый раз услышал тему о том, какие языки являются синтетическими, после того, как в раннем детстве прочел, вообще-то говоря, «Затерянный мир» Конан Дойля. Ну, здорово, что вот не прошло и 50 лет, как я опять услышал этот вопрос живьем, даже не в Лондоне, а в Москве. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо вам, что вы нашли возможность подойти и послушать наших замечательных авторов. Я, как издатель этой книги, должен сказать, что это одна из наших самых успешных книг. И мы очень благодарны и счастливы, что нам получилось и заниматься этой книгой. И в том числе спасибо, Илья Мишу. Сейчас автограф-сессия, которая будет проведена на стенде нашего издательства, издательского дома дела, К-16. Это вот если вы прям по этой улочке, ближайшей к вам повернете налево, то через несколько издательств вы увидите наше. Так что подходите туда, и мы все туда сейчас отправляемся. Спасибо большое, спасибо большое еще раз.